Ну, начнем с того, что поступление в обычный ВУЗ и поступление в творческий ВУЗ, это диаметрально разные программы, да, экзаменационные, потому что сейчас достаточно иметь хорошие оценки по ЕГЭ, нормальный аттестат, и сдав один единственный профильный экзамен в ВУЗах, а зачастую не сдав его, ты поступаешь вполне себе в хороший ВУЗ и получаешь образование. Вот, творческие ВУЗы, они всегда были привилегированными, никогда и ни в одном ВУЗе не было такого конкурса и по сей день, как в школе-студии МХАТ, куда я поступала, 350 человек на место было, учитывая, что, ну, я сейчас уже взрослая девочка, да, и я могу сказать, понятно, если я захочу свою дочь просунуть в артистки, я это сделаю всеми способами, да. То же самое было и в то время, когда я поступала, потому что у нас очень много было детей артистов, фигуристов, режиссеров и так далее, и так далее. То есть шансов поступить было zero, честно могу сказать, девочки из провинции, ни кола, ни двора, никаких шансов не было поступить. И я просто знаю, что вот мой мастер Иван Михайлович Тарханов, он меня не собирался принимать на курс, то есть я ему не нравилась по каким-то причинам, не нравилась, потому что, как ему казалось, моя внешность не соответствует моему внутреннему миру, то есть такой диссонанс. Я потом очень много раз это слышала, твоя внешность одна, а внутренний там стержень какой-то уж слишком очень прочный, да, или наоборот, не знаю. Но вот, понимаете, русских красавиц как-то вот никогда их не играла, играть не хочу. Вот, а что касаемо поступления, я поступала, знаете, как в последний раз, развязная, я читала монолог официантки. То есть с песнями, с плясками, до предела развязный, развязный, и вот знаете, как вот официанткой с харчевней, с какой-то вообще, ну, то есть я не знаю, как это выглядело со стороны, но я знаю одно, что я буду всю свою жизнь благодарна Олегу Павловичу Тубакову и Олегу Николаевичу Ефремову, которые взяли меня в ВУЗ. Вот я знаю, что именно эти два человека взяли меня в ВУЗ, и вообще не представляю себе, если бы у меня там ректором был кто-то другой, а не Олег Павлович, который нам, знаете, просто распахнул весь мир. Он распахнул, мы с первого курса ездили, вот эти были студенческие ченчи, то есть мы все лето обучались то в Голландии, то в Дании, то в Америке, то там, то сям, и объездили вообще весь мир. И он просто вот человек, вот это государственный человек, несмотря на то, что он потрясающий актив, вот эта личность, это просто, вы знаете, у меня слов нет, это, я не знаю, не то, что мировой уровень, это глыба, а не лич, это глыбина, это человек, которому вот до конца своих дней я буду благодарна, признательна, потому что он очень серьезно повлиял вот лично на меня, хотя он не был впрямую там моим педагогом, но вот я ему очень благодарна. Дай бог ему здоровья, благоденствия, чтобы все у него хорошо было, и как можно дольше он прожил и радовал нас своими ролями, и вообще своей потрясающей персоной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok